Ну, в общем, что касается проезда в общественном транспорте, то те требования, которые были, они сохраняются, а именно, первое, все пассажиры должны иметь при себе средства индивидуальной защиты при проезде в общественном транспорте, второе, это то, что количество пассажиров должно соответствовать только сидячим местам в общественном транспорте. Скажу больше, сегодня с 7 утра уже национальной полиции проводятся проверки, в том числе и перевозчиков, для того, чтобы обеспечить выполнение этих требований. В случае, во-первых, в случае, если в транспортном средстве будет больше, чем предусмотрено сидящих мест пассажиров, то штрафным санкциям будет подвергаться водитель транспортного средства, кроме того, лица, которые будут в общественном транспорте без масок, нарушение масочного режима, также могут быть оштрафованы органами патрульной полиции. Изменения пока по количеству рейсов мы не предполагаем, не предусматриваем, и маршрутную сеть пока мы изменять не будем. Сегодня на маршрутной сети работает максимальное количество транспорта, это связано с тем, что сегодня есть определенный серьезный дефицит водительского состава, но, тем не менее, сегодня мы восстановили маршрутную сеть в полном объеме. Конечно, есть сложности с обеспечением проезда именно сидячих пассажиров, но я думаю, что вместе с патрульной полицией этот вопрос будет отработан. Вся маршрутная сеть города, включая работу трамвая и троллейбуса, работает в обычном штатном режиме.